Друзья, с вами Артур. Привези из Германии таких два фонаря для дайвинга. Он сейчас открыт. Здесь, видите, двойная резинка, которая очень препятствует попаданию воды вовнутрь. Причем она так очень и очень добротно смазана смазкой. Аккумулятор в комплект не входит. Я взял свой. Для снятия видео в комплект идут два адаптера. Ну и, соответственно, это у нас крышка. Есть адаптер под три мизинчиковые батарейки. Адаптер под аккумулятор 18650. И без него, я так понимаю, либо 20650, либо 24650 сюда входит. То есть толстый. Давайте штангелем замерим. Одну секунду. У меня, друзья, таких аккумуляторов толстых нет. 21,4-22, значит. Ну вот как-то так в диаметре. И по длине, как 18650 сюда заходит. Давайте внутреннюю померяем. 23 где-то максимум. В общем, проверяем. Здесь указан, видите, минус-плюс. Ставим минусом туда. Закручиваем. Плотно прижимать. Качественная прижима. И здесь, друзья, пока он я до конца не докрукил, он сейчас светить еще не будет. Нестандартный способ включения. Вот смещением вот этой вот, видите, такой рычажок. Раз, два, три. Здесь три режима, как в обычных фонарях. То есть максимальная яркость. Очень мощный. Половина яркости. И стробоскоп. Передняя часть здесь, где установлен сам кристалл. Кристалл выполнен с алюминия. То есть, соответственно, он выполняет функцию радиатора. Охлаждает кристалл. Качественное, я так понимаю, стекло, наверное, использовано. Потому что на многих фонарях используют пластик спереди. И на нем, прям на новых фонарях, имеются уже какие-то следы царапин. Здесь идеально гладкая, наверное, использует стекло. И там у нас установлен кристалл. Фокуса здесь нету. Эта передняя часть даже не крутится. И кнопка включения. Вот эта вот задняя часть, она резиновая. Здесь тоже такой дайвер нарисован, видите, с баллоном. Она резиновая, не такая на обычных фонарях тряпочная. И очень мощно фонарь держится на голове за счет резинки. Она такая упругая. В общем, давайте я телефон со штучива сниму. И погнали на наш склад. Здесь у нас днем полнейшая темнота. Будем проверять на фонарик. На удивление, светит очень мощно. И у него очень классный фокус. Давайте я его включу. Смотрите, какая у него точка. То есть, давайте встанем на стандартное наше положение. От стены до стены у нас 5,5 метров. Берем от фонаря до стены 5 метров. Вот такая вот у нас точка. Очень мощный световой поток. Это у нас максимальная яркость. Но кто хоть раз нырял на глубину хотя бы там от 10 метров и ниже, даже днем, когда солнце хорошо светит, чем ниже вы погружаетесь, тем темнее. Плюс можно в какие-то пещеры заплывать. Далее у нас половина яркости. И стробоскоп. Не знаю, кто им пользуется. Напишите в комментариях, хоть раз в жизни стробоскопом пользовались по назначению. Или этот режим сугубо для того, чтобы переключать все. Ну реально фонарь. Я не знаю, как передаст это на видео. Но очень-очень мощно светит. Для таких размеров фонаря. У него очень классный фокус. То есть, сам вот этот отражатель очень правильно фокусирует. У него идеально четкий круг. Видите? В общем, реально фонари для дамы. Они не из дешевых. Порядка 20 евро в Германии. Если без акций. Бывают они еще в комплекте с одним аккумулятором. Может доходить и до 50 евро. В зависимости от комплектации. Аккумуляторы, друзья, в комплект не входят. Они у нас есть отдельно в продаже. Правда, не такой, как здесь. А есть оригинальные фанасоники у нас. В общем, за видосик лайк. Реально фонари очень крутые. Привезли три штучки. Один я оставлю себе. Хотя в этом году, наверное, не светит. Поездка на какие-то глубины. Но нырять я люблю. И качественные вещи, что для дайвинга касаются. Я, правда, без баллона. Просто маска. И без ласт. Могу погрузиться метров на 20 без проблем. Без снаряжения. В общем, лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.